что пошла запись надеемся непонятно того пошла так ну что слушайте я на позапрошлом задание занятий обещал вам показать рейтинг брендов помните значит слушайте выяснилось очень интересно что оказывается у них есть доклад 21 года но чтобы его получить нужно там заполнить анкету большую не было лень поэтому я дошел двадцатого года но как бы принцип понятия и самое интересное что раньше это было у них все доступно то есть можно было совершенно спокойно ну как бы не был прямо онлайн варианты можно было смотреть прямо теперь видимо нужно регистрироваться они у них маркетинг такой видимо они собирают базу данных и потом людям продают свои услуги на оценку рейтингу на оценку их бренда хотите знать сколько ваш бренд стоит скажите нам мы вам скажем сколько вы строите вот но и конечно они рассчитывают видимо не на самой крупной компании она средний начинающим ну вот это пройдет прошлого года и здесь значит вот не знаете ли вы или нет много не увидишь но тем не менее значит на первом месте apple при этом за год он вырос на тридцать восемь процентов мы вот все говорим брендинг брендинг вот основной показатель почему потому что именно бренды круто растут какой-то вася пупкин но он и он мало растет может ли быть у вас хороший товар какой-нибудь рюкзачок там газа недорого без нового может быть может вам повезет вы купите но гарантия все-таки это какие-то бренды досмотрите amazon плюс 60 процентов этот бизнес даже был какое-то время но это понятно это же подыме 20 года он уже даже был сам богатым потом развелся что-то поведенел чуть-чуть потом его маску обогнал но это все относительные как бы такие цифры значит смотрите microsoft плюс 53 процента и как бы сами цены да значит это получается 322 я так понимаю все таки миллиардов долларов ну как бы за просто за товарную марку за то что у вас какой-то логотип что google минус один процент я кстати вот не понял почему он такой нет снизился но видимо наверное я не знаю почему сложно сказать вот потом тоже они как бы говорят google но на самом деле google это только один бренда из портфеля всей этой компании альфа б да смотрите facebook тут где вот на тринадцатом месте минус 12 процентов то есть сам бренд то есть не его дохода а вот именно как бы наценка за имя то есть смотрите как бы есть такие как бы и потери там минус 2 процента минус 4 процента у кого-то рост там всего лишь 3 процента но у некоторых до типа вот microsoft плюс 53 amazon плюс 60 да то есть прикольно вот джипи морган это банк вы его тонн минус 2 процента вот но как бы на оценка 32 миллиарда нормально хорошие хорошие деньги для тех кто как бы понимает вот ну и новые как бы такие появившиеся да это значит инстаграмм youtube тесла джонни уокер зум кстати вот зум до взлетел конечно на фоне этой пандемии прям зум даже стал стоить больше чем авиа любая компания вообще даже ограничить убрали на полчаса ограничения вчера я сообщение брали сделали потому что так говоря вы частично платите то есть не оплатите оплатите только за дополнительные сервисы базовые функции у вас есть дополнительные вы можете там что-то еще так ну вот тут за рассмотрите минус 13 процентов тот у нас у жаловался назару да я честно говоря был как-то вам не впечатлило все понятно но как-то по моему доходов и не по моему стилистике по моей стилистике вот смотрите адоб какой-то адоб плюс 40 процентов но это вот photoshop там точно нормально вот так значит тут еще вот продолжается до до 100 значит до 100 правда тут всякие короче юрид пакет минус 16 процентов нету нет мы это обсуждали на прошлом занятии да и можно объяснить почему потому что реально доходы то не очень велики какой-то paypal да вот который такой глющный плюс 38 процентов который там все время спамят задолбали но это за бренд за марку как вы понимаете что конечно же все платят да что куда деваться вот этот 3м который упоминал плюс 4 spotify плюс 52 процент но это понятно потому что не вы что это зубная паста международная так сантендер ну вот я не вижу здесь российских скайп а это сейлсфорс так линкетин есть джонсон короче получается что среди 100 самых больших брендов россии мира российских нет ни газпрома никого вот то есть мы вот эту наценку вы как страна как потом на самом деле вообще сложно сказать что россия что то что не россия что франция что не франция это как бы так скажем науки на самом деле неважно вот это volkswagen это немецкая или нет там куча акционеров то есть это черт его знает что вот вот такая вот ситуация но здесь методология расписано там еще такое то есть это я просто обещал вам найти и просто забыл что не забыл на прошу вот поэтому пожалуйста обращаемся это самый известный рейтинг вот этот интер бренд уже лет 20 это все считают есть там и антон то есть рейтинг стран там бренды страну есть ему свой какой-то ли короче много вариантов но скажем вот этот интер бренда он чем хорош то есть многие компании заказывают именно если на для отчетности что этому типа audi audi бренда со стороны то есть не мы сами придумали себе какие-то кипи а это вот со стороны и поэтому мы в этом это как бы такой маркетинга такой подход что мы входим в топ-100 брендов там и люди как бы чувствует до престижность такую престижность что мы платим большие деньги именно за престижность кстати на самом деле вот идея топ-100 вузов да она именно заключалась в том что если вы будете в топ-100 то тогда вы можете брать наценку большую да вы можете брать с этих китайцев 20 тысяч миллион можете я утрирую но это на самом деле вот это когда у вас есть брендинга есть еще такой термин мы как-то он у меня нигде не звучал к брендинг да это когда два бренда не принадлежащие одной компании сотрудничают по какому-то поводу и там основная идея чтобы они друг друга дополняли и если вы престижный бренд то вам нельзя с ним престижно оперировать вам нужно только с престижным слушайте нет по моему там есть такса но у нас есть часть которой просто сотрудничество за которых платит а есть вот эти китайцы в основном и платят то есть на самом деле почему здесь учиться мне как раз таки платят кто для них платит государство или они сами это уже нам неважно нова вас на основном они сами платят то есть это вообще один из источников дохода но на западе вообще большинство вузов живут не за счет доходов со студентов то есть это не оставалось точнее дохода основной источник дохода этого патенты ночные следования разработке вот это основной источник дохода ну понятно что там и плата со студентов тоже это важно у нас получается вот это бюджет бюджет расходы госбюджета из федерального бюджета основной источник дохода плюс вот эти вот коммерческие студенты но есть факультеты которые вообще просто в убыток на самом деле работают мы мы доходные насколько я понимаю а не хочу не буду клеветать про другие факультеты это это неэтично что вы так филологов не любите нормальные филологи так очень много китай так ладно значит вот это я показал обратите просто внимание что раньше у них просто будут идти прямо захочет на первой страничке у них но видимо они 10 лет на этом пиарились а теперь они хотят видимо зарабатывать они как бы работали бесплатно теперь такая штука так ну и я вам обещал что сегодня мы обратимся к теме персонального брендинга и в политике да то есть мы понятно в разрезе так сказать политики и значит по этой теме есть огромный такой корпус литературы про персональный брендинг значит и мы как бы разберем некоторые технологии хотя не в принципе все те же самые которые относятся просто брейдинга не про полность относится к персональку что мы берем качестве субъекта персону личность какую-то публичную но очень важно что все это имеет большое влияние поскольку вот в 90-е годы появилась теория медиатизации сначала она была медиализации политики а теперь это медиатизации всего я расскажу в чем она заключается но она в общем как бы приводит к таким выводом что сейчас вообще ничем нельзя заниматься успешно если у вас нету медиа сопровождения то есть вообще ничем например вот прошлом году на меня знаете бывает на занятиях такое задание вы читаете книжки а у магистров они читают скопосовские статьи на английском была одна статья про медиатизацию значит оккультных практик в эстонии и значит там что-то такая значит оккультисты которые там знаете сжигают всяких животных там шаманят они в фейсбуке были вынуждены адаптироваться к требованиям фейсбука то есть они теперь шаманят и это все выкладывают в фейсбуке потому что у них вконтакте не очень популярен и они затачивают эти все свои процедуры чтобы это фейсбуке было красиво соответственно если тебя нет фейсбуке то тот шаман который не в фейсбуке он значит ничего не зарабатывает ему к нему никто не приходит деньгами за значит за ритуалами а тот который фейсбуке у него много подписчиков много лайков много расшириваний и это его основная задача понимаете то есть он прямо ориентируется на дни недели когда больше лайков и когда смотрят там и прочее то есть вот так да а вышел любит вы экстрасенсов нет я серьезно говорю теперь никаким делом нельзя заниматься если тебя нет медиа если у тебя если ты сам не не пиаришься говоря ну и понятно инфобизнес проще ну вот но важно что это имело большое влияние до сих пор дискутируется к чему это приводит по отношению к политическим партиям и вывод такой между нами там дальше обсудим что большая проблема с политическими партиями в том числе не только у нас россии но и в развитых демократии потому что какой-то трамп не будучи членом республиканской партии фактически и и как бы поднял под себя из какой-то популист да в общем нагнул всю эту партию у демократов то же самое там этот бенни сандерс и левые социалисты которые так себе называют социалистами они тоже почти раскололи так ну короче мы об этом дальше поговорим значит литература смотрите очень много литературы типа такое активируй свой персональный бренд культ личности стратегия создания мощного персонального бренда мощь мы говорим акер говорит сильный даем мощный мощный хорошо знаете значит там школа наглости как создать свой личный бренд и влюбить в себя весь мир такие знаете такие иногда книжки название такие знаете такие из инфобизнеса такие вот но есть более такие классические типа персональный ребрендинг как изменить свой имидж сохранить репутацию очень хорошую книжку кстати ну и горем она там много сама реклама и рекламы книг которые вот выходят в издательстве бан иванов и фарбер значит книжка называется номер один ну там много еще тоже про тайм-менеджмент про эффективность личную про значит как бы карьеру маркетолога в принципе неплохо книжка вот либо их андрея он у меня друзья фейсбуке он там приходил на факультет постоянно выступал он у него такое позиционирование интернет буржуи я интернет буржуи а это зебра никого не фамилия какая-то другая в общем они друг друга классическая но там я как бы рукаю за поверхность вот ну и наконец оленбахер хорошая фамилия да да зебра была там да 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 ну где она сейчас она понятно создай личный бренд как находить возможность развиваться и выделяться в принципе такой профессор только модернизированный тоже да то есть не просто профессор а как бы который везде выступает это он в фейсбуке пиарится там инстаграме на вашем на youtube короче такой модернизирован вот то есть литературы много но есть с этой литературой проблема что она в общем часто носит такой кучинговый характер мы сейчас об этом поговорим но вот классический пример да вот прямо то чего мы начинали первое наше занятие что такое бренд а и прямо вот такой виртуальное такое заявление множество людей считают что бренд это продуктов не так бренд это неизвестность не конкретно вещь это скорее металла сложного явления история на идентичность а забудьте о товаре думайте о философии вот индивидуальность идентичность то есть такое виртуальное определение у любых то же самое материальном мире брендов не существует бренд это обещание бренд это иллюзия на самом деле чем мы торгуем воздухом да но тут же все там спрашивают а как же вы тогда капитализацию бренда считается но это же можно то есть тогда это не совсем иллюзорно это же если это деньги это уже не совсем хотя конечно в принципе это такой вопрос интересный что такое деньги вот эта концепция денег это конечно воображение это продукт воображения то есть если мы сейчас пойдем по классу мы будем но есть такие племена до сих пор которые не знаю что такой цивилизации будем пихать им 5000 рублей они как бы не очень помощь что у них где-то концепции денег если мы им пихали какой-то железный нож там бусы там или еще что-то они бы как бы да ну как бы обменяться ладно хорошо но у них еще не было концепции денег то есть как бы что это такое для них это не что а для нас деньги ну да что-то значит ну деньги конечно делятся на разные есть рубли есть конвертируемая валюта но если у нас запретят ну короче тут это такое дело такое ну вот и то есть в принципе в этой же литература обсуждается то же самое что мы обсуждали с вами на первом занятии да что такое бренд что такое личный бренд но есть идея такая что есть отличие бренды да то есть у нас есть некоторые персоны типа там знаю вот в санкт-петербурге да у нас есть бегло бренд если и бренда не совсем сильный у нас есть сильный бренд петровский который передал часть своей легитимности кому своему сыну ли который теперь председательствует комитет по культуре знаете то есть он как бы пусть и а была ситуация когда петровский прямо выступал против валентины иванны матриенко который была довольно сильным брендом условно да и по поводу того что не надо проводить пивные фестивали около эрмитажа и там прямо с ней там выступал было прямо конфликт был прямо ходили слухи что его сниму вот но потом он вовремя подсветился и по поводу золота крыма там в общем все нормально выступал написал такие патриотические статьи то есть он вошел как эту элиту у нас есть гергиев да очень знаменитый да очень такой бренд такой сильный до который в общем герой россии туда так сказать и сделал всякие сцены вторые и третьи и прочие то есть такой прямо мега бренд там все молодец вот но здесь идея какая основная что здесь речь идет не как бы не увеличение прибыли в долгосрочном периоде да потому что долгосрочный период для брендов вот кока-кола до 150 лет уже почти для личности к сожалению или честно не знаю о таких сроках говорить не приходится и типичная ситуация сначала ты пол жизни работаешь на имя а потом имя работает на тебя но к сожалению очень часто получается так что ты не сбиваешь воспользоваться теми плодами своей работы которые ты пол жизни работал но некоторые как моргенштерн успеваю сам начале жизни капитализировать выбрать значит смотрите но очень часто это говорят о повышении стоимости на рынке труда да то есть когда мы говорим о личном брендинге и я каких-то там преподавателях брендах типа дмитрий петровича гавы там еще кого-то это принципе верно то есть нам как университету нужны такие личности бренды профессора бренды и но иногда это как бы крайности то есть вот этот соколов который до центр но как бы говоря да он там как бы был такой нестандартный да вот здесь вот у нас есть списке литературы был по моему пророк фиолетовую корову так кто-то что-то хотел сказать микрофон включили то есть как бы надо выделяться да надо дифференцироваться дифференцируется или умирает то есть нужно как-то выделяться на фоне других да поэтому она и фиолетовая корова но когда вы слишком фиолетовый то извините на такие бренды за вы не нужны то есть надо выделяться но все-таки надо в каких-то рамках находиться вот а значит смотрите основная проблема и давайте вот так сложно отделить товары услуги от личности то есть она все приобретает такой личный характер и поэтому продать это торговую марку с наценкой практически невозможно но хорошо у нас вася копкин значит да и он организует свой бренд продает какие-то там не знаю товары там духе и не знаю там автомобили там еще что-то но перепродать с наценкой получается невозможно поэтому нормальные люди вот илон маска он делает автомобили тесла они маска потому что тогда можно перепродать теслу с наценкой понимаете это основная проблема а в литературе там очень большие такие знаете проблемы что люди как бы говорят о персональном рынке а потом вчитываешься это какой-то инфобизнес как узнаете гуру такой мотивация там жизненный кризис какой-то получен там знает там все это тайм-менеджмент персональный менеджмент то есть там как организовать свой рабочий процесс там то есть она как бы вот так вот это размывается значит смотрите на самом деле там скорее супруга даже были интересны с чем ничего значит я с вами согласен что это вот такая вот мы с вами говорили при нейминге да что есть такая вот не то что ошибка а такая тенденция в россии называть по фамилии своего вот как бы ну по своей фамилии свой как бы бренд тинькофф да там особенно если он новый естество старый бизнес не по газпрома да ну что или там не знаю сбербанка он уже действий не назовешь банк греха да ну как бы потом нужен государственный но прикольно да вот и опять же смотрите можно было бы назвать там компания стила джобса да там jobs and company но тоже вопрос потому что его же как бы он уходил потом приходил то есть это так бы такой вопрос с неймингом да и я как бы вам объяснял именно поэтому тинькова нету в топ-100 то есть когда вы как бы говорите да что ну хорошо по фамилии да ну тогда нужно чтобы ваш ваше имя было реально стопроцентно известно то есть например что сделал герди да он хороший да ну до него был кировский балет то есть как бы но это был бренд до него эрмитаж был до пиатровского и будет после пиатрос понимаете о чем поэтому мы сейчас об этом немножко будем говорить что немножко немножко что теперь во главе брендов обязательно должен быть и человек бренд должен быть такой амбассадор и причина этому кроется в предыдущей лекции предыдущей лекции мы говорили что теперь у нас глобальная экономика пандемия конечно тут как бы с одной стороны подорвала с другой стороны на борту силу через этот зум через эти интернет коммуникации вот и получается так у вас компания не работают несколько сотен тысяч человек разных странах мира и чтобы всеми ими успешно руководить и направлять вам нужно чтобы во главе был суперстар celebrity то есть вам нужен во главе человек вроде илона маска или греха или я не знаю петровского понимать вам нужно чтобы у вас был во главе яркий персонаж то ли это будет там председатель совета директоров то ли это будет главный инженер то ли это будет главный там не знаю про ректор по науке неважно вам нужен человек который будет ассоциироваться с вашей компании и все будут говорить но ты же илон маск придумал если таких если илон маск то два а сколько у него проектов миллион проектов взлетела из них 99 процентов на те которые взлетели они там взлетели так взлетели вот значит а и последнее время вот это тоже предмет моих научных исследований что возникла теориями медиатизации всего что все социальные институты группы и личности в отдельности то есть отдельные личности прямо персоны до своей деятельности ориентируются на логику функционирование средств массовой информации они другие логики то есть раньше скажем когда вы были промышленный предприниматель там скажем сто лет назад но в первую очередь для вас было важно чтобы у вас было производство высокоэффективное до чтобы себестоимость была низкая чтобы эксплуатировать нормально до чтобы рядом были общежития для рабочих чтобы они там не бунтовали но все было под контролем да значит чтобы они работали как проклятые сверху ручно чтобы все было нормально так но вот именно в производстве да мы все время искали какие-то новые конвейеры производства новые станки и вы все время что-то улучшали там придумывали какой-нибудь уменьшали складские запасы там что-то придумывали японский менеджмент чтобы все точно в срок сейчас тоже это есть никто не спорит но при этом толпы смм щиков толпы пиарщиков которые все это вот этот весь этот производственный процесс промышленный туризм вводят значит на заводы экскурсии непрерывно там не знаю на кока-кова никогда не хотели я как-то водил студенту вот завод омской газированный вот на пельмени чтобы нужно показать людям что эти пельмени не из трупов сделаны там голодных собак и бродячих кошек а вот видите видите вот потому что нужно чтобы было прозрачно это все понимаете поэтому мы говорим у нас суши бар при вас все сделают прямо там все открыто и поэтому человек руки помогу и тиши он помыл они то что он там тараканами пообнимался и давай там делать все при вас как бы открыто понимаете вот значит то есть ориентируется на логику функционируется с массовой информации здесь не на логику скажем политики на логику производства не на логику научных исследований до аналогику сми чтобы это было красиво показать вот есть такое очень много у них там это в бостоне есть университет бостона и там у них есть бостон динамикс подразделение бостонского университета они там роботов делают и у них там по кампусу роботы ходят то есть человек выходит одни роботы еще главное не между собой разговаривают то есть они останавливаются на перекрестке что-то и разошлись ёлы-палы восстания машин причем они разные там знаете вы посмотрите эти так вот у нас я помню была пресс-служба где-то год назад думали чёрт там же нужны какие-то роботы мы что у нас могут вернуть нас могут переодеть человек в общем пусть помогло так и не нашлось такого робота да да робот федор но вообще была идея хорошая если бы он был действительно робот да то есть если вы там на выставке ходит робота это переодетый человек это не серьезно нужно чтобы был робота кстати про робота говоря мне где то есть в блоге у меня есть такая знаете такой магазин как-то называется бук бук москве москве как же не буква это этот как жил господи у них еще там есть магазин центре москвы уже называется но в общем у них то прям приходится и прям нормально небольшой то есть там явно беседы с вами в принципе с ним можно поговорить ограничено это алиса робота вот смотрите приходит ситуация такая 80-е годы во главе советов директоров тнк были беда это совершенно одинаковые белые мужчины пожилого возраста там 50 60 лет совет директоров все одинаковые в синих костюмах все одинаковые бабашка с дипломатами и все такое значит теперь во главе тнк должны быть яркие личности да причем они могут истравагантно одеваться там этот бенсон или кто там берсон там это virgin group это английская там переодевался женщины на корпоративах там плясал без трусов там что только не происходило у них я не имею ввиду что нормально на самом деле не совсем нормально но как бы люди думают ну да почему нет главное чтобы деньги вот значит а при этом прям реально я читал много исследований что реально раньше там скажем про какой-нибудь швейцарскую там часовую фирму были публикации в основном про качество там про технологии там туда все а теперь 50 процентов публикации про эту фирму об ее основателем и вдохновители которые сейчас вот такой визионер там и прочее что говорит ну да сейчас электронные часы там всякие вот эти apple но настоящие часы ну короче там заливает именно и в этом и вопрос а если этот человек накосячит если он сильно сойдет с ума там расчленить кого-то понимаете в этом как раз проблема но с другой стороны это как бы объективный момент что понимаете чтобы держать вот эти транснациональные компании вам нужен во главе медийный человек который все будут горит а ну да конечно да конечно маска грив гривь кстати очень хорошо в этом плане медиализировал он гораздо лучше выглядит средств масс информации чем скажем этот самый из втб костин он более современные он более такой интересный и он привозит на балтийский форум этих самых каких-то индусов там гуру то есть он как бы понимает что нужна картинка знаете нужна телевизионная картинка чтобы по телевизору значит или где-то там была интересная фотография где сидят белые люди и слушают какого-то но опять же мы говорим а если мы говорим о брендах то все-таки надо учиться у лидирующих брендов глобальных брендов которые входят в топ-100 и обратите внимание там нету вася пупкин такой-то ну да и вот он на новый бетон то уже когда помер то есть это уже реально уже давно уже и мы с вами говорили что хорошо только более-менее фамилии приживаются в сфере моды понимаете то есть они более-менее хорошо там приживаются потому что тогда у вас остается легаси до такой вот философия история пока шанель да там ну то есть они сферы моды ничего они переходят как-то вот в этом бренде а если вот тинькофф и они увидели что через 20 лет учитывая все его болезни там и прочее этот банк тинькофф останется они объединиться там с каким-нибудь другим банком и тинькофф как бы еще они вообще прекрасно все делают у них вот этот дизайн все они и сами банком дизайн банкоматов сделаны стандартно они балансы я не спорю вот другое дело где тинькофф и где вот мы там смотрели банки американ там что там где они по капитализации по всему да он как бы достиг потолка вот к национального бренда такого но это именно национальный локальный бренд да усили да они молодцы значит смотрите я на пару нам впервые с этим как бы встретился лет 10 назад как бы с этой теории медиатизации и сначала это как я уже говорил была сначала теория медиатизации политики что первым заметили что в политике происходит что-то не то то есть если скажем 30-40 лет назад основное содержание демократической политики было это разработка публичной политики там по поводу ковида там по поводу не знаю налогов по поводу безработицы то есть политики собирались общались с людьми и говорили да надо решать эту проблему давайте договоримся как и вырабатывали эту политику значит принимали законы следили за их выполнением дочери потом отчитывались переизбирались или нет значит делали коалиции то есть ну как бы занимались грубо говоря политическими вопросами теперь они чем занимаются они ничем этим не занимаются они занимаются постоянным политическим пиаром то есть они постоянно только бла-бла-бла возникает вопрос когда же они решают политические вопрос да никогда не решать этим занимается бюрократия бюрократия конечно решает их своих интересов если за ними политики не следят то они будут решать так как они хотят ну я так утрирую смотрите медиатизированная политика это политика которая потеряла автономность и стала зависимой своих центральных функциях от масс-медиа и создается в рамках взаимодействия с масс-медиа то есть политики грубо говоря становятся этими масс-медиа как-то я написал такую статью про twitter до трампа сейчас попробую найти быстренько и там я просто сравнивал сколько у него подписчиков да и значит не знаю мы найдем мы сейчас быстренько или нет и сколько подписчиков у телеканалов основных американских и это не в пользу телеканала то это очень смешно не смешно а это такая жизнь такая вот и возникает вопрос а нафиг вообще эти сми если доверие к средствам массовой информации минимально никто не верит средства массовой информации вот а соответственно ну тут в сравнении с клинтон смотрите у трампа 15 миллионов подписчиков фейсбуке у клинта было 9 у twitter у него понятно у трампа он еще трамп за два года до выборов и у меня будет такой твиттер что у вас всех порву и оказался прав значит и значит там у меня было сравнение что опра у инфри работает на телеканале опры в сто раз больше подписчиков чему этого телеканала понимаете то есть как бы это персонификация называется так значит ну вот на самом деле этот процесс он как бы имел четыре целых фазы он не сразу произошел он в течение 90-х нулевых годов произошел постепенно то есть сначала а источник что было сначала самым важным источником информации всегда это были средства массовой информации вот видите справа а сейчас это соответственно опыт или межчеловеческая коммуникация то есть люди в основном новости получают из чего и социальных сетей где кто-то что-то перепущены какие-то новости или личный опыт то есть да я там работал там учился я там жил я там был я там видел и так далее более того средства массовой информации сами берут этот опыт обычно да это гражданская журналистика называется то есть они не своих журналистов посылают они как бы используют свидетельства людей которые вот были на этом месте например вот у нас сейчас произошла катастрофа с шахтерами да ведь обратите внимание сколько там вот такой вот любительской съемки то есть там все люди снимают что-то с к видом какие-то протесты происходят с пиво-кодами все снимают и потом это сми показывают не сами снимают на эти самые на смартфоны дальше второе направление да это отношение между политиками политическими институтами и медиа раньше они были более-менее независимы друг от друга теперь они в общем слились фактически то есть у каждого уважающего политика теперь есть армия своих троллей проплаченных фабрика троллей и обязательно у него есть какая-нибудь медиа холдинг какой-нибудь как такое корпоративное прикормленное средства масс информации вот пробеговая злые языки утверждают да что вот 78 это вот ковальчики братья ковальчики соответственно у них и у ковальчиков же это партия новые люди вот то есть они как бы поддерживают значит третье направление раньше медиа контент был управлялся в основном медиа логикой то есть но как бы интересным шоу образование шоу там кино а теперь в основном медиа создается по политической логике то есть у нас есть зеленский который был актером снял кино как он стал президентом а потом стал президентом вы понимаете это медиа проект вот значит поэтому ну что-то в этом есть как бы видимо вот потом я ничего не хочу плохого но вот у навального вот эта вся история с его отравлением прочь но это вот чисто медиа какая-то компания мы не знаем действительно ли него то есть мы можем вот там вот гипотетически предположить что он принял какую-то пилюлю временно впал в кому потом действие пилюли прошло начнется всемирно известным можно как а с этих лабораторий ну там вы в них разбираетесь я не врач я не знаю там что там написано я не понимаю что там написано поэтому получается что если мы верим нашим сми да и нашим официальным лицам то мы тогда тем не верим это получается верим не верим понимаете и ну это это личное ваше мнение значит но в принципе доверять и тем тоже как бы больших раздаваний вот политик дальше четвертое направление это значит то что раньше политические лидеры и политические институты руководствуясь политическими интересами политической логикой логика политической борьбы логика политических там договоренностей решение политических вопросов то теперь они в основном в основном только как медиа то есть даже если у тебя есть какие-то средства массовой информации которые ну благожелательно к тебе относятся там партизанские сми да все равно ты думаешь а вот это выступление мне принесет лайков просмотров и камин или нет понимаете и такое ощущение что у нас половина законов вот которые появляются в думе это вот именно такие спящие законы то есть они принимают закон который потом никогда в общем-то в жизни не используется потому что он так написано что его невозможно использовать но надо же депутатам как-то себе заявить надо же как-то высказаться то есть вот у нас был законно милоново гей пропаганде среди детей так сколько там по этому закону наказано людей два-три человека вот это вообще-то не должен быть за комнату потому что но какой-то ночи пропиарился хорошо выступил молодец так значит смотрите в результате у нас происходит персонификация власти которая заключается в том что политические лидеры получают большее значение и влияние по сравнению с традиционными политическими актерами такими как политические партии политические институты законодательные там органы власти исполнительные суды и так далее вот и проблема тут в том что почему это происходит потому что современные медиа нужны celebrities нужно нужно говорить о том о чем уже все большинство знают понимаете то есть мы всегда удивляемся откуда этот киркоров что что это за овощи селебрити такое что это за селебрити это же ужас какой-то но это реальная селебрити для нашей страны потому что я помню маманя такая звонит ими суши там киркоров приезжал нормальный мужик моему понимаете потому что речь идет о том что для средств массовой информации гораздо легче говорить о столкновении личности что вот кто кого сборит сборе там путин и байдена либо это да надо обсудить а вот то что там вообще-то реальные вопросы не решаются никакие а это просто показал причем вы смотрите очень важно когда они встретились было две отдельных пресс-конференции обычно они выходят вдвоем после дипломатические переговоры и вместо совместно по очереди отвечают на вопросы как бы рассказывать все вдвоем тут было как вот последняя встреча была путина с байдена отдельно было пресс-конференции путина и потому что пресс-конференция теперь оружие мировой политики причем глобальное оружие самое сильно важно не то что происходит а то как люди об этом показывают видят и что об этом люди думают то есть смотрите современные медиа предпочитают говорить о личности а персона они об абстрактных понятиях политических институтах и политических интересов то есть о том что действительно составляет стержень политики то есть люди говорят там о чем угодно там а собянин а его там каким-то путине ну как оба личностях до вместо того чтобы реально эти пир-коды они действительно что-то там дают или нет реально не дает что-то или нет это какая-то чур смотрите исследования показывают что персонификация политики постоянно увеличивается значит она состоит из трех основных направлениях во-первых это перераспределение власти от политических институтов и групп к лидерам до более того встречаются уже книжки что президент или президентской власти в великобритании в великобритании нету президент там премьер-министры но они уже фактически стали в общем выполнять те же функции что президент соединенных штатов значит концентрация на лидерстве то есть подчеркивание лидерских качеств ну да трамп конечно может быть и куку но он бубуи настоящий самый главный кубу есть как как этот лукашенко попросил что-то не сказали что остальные яйца вот при этом смотрите лидерские качества и умения которые необходимы для компетентного государственного управления то есть нужно показать что ты можешь как бы дальше ты самый крутой самый такой и прочее хотя вот тут это вопрос на самом деле может быть нам и не нужны самые бубуинистые потому что наоборот нужны какие-то такие которые как раз умеют договариваться а ну и третье направление очень смешное но очень важно это политизация частной жизни то есть упор на особенностях политических лидеров частной жизни какие они там трусы одеты в какие штаны одеты в какие там чего например было когда еще путин дружил медведевым было у них совместная тренировка тренажер если кто помнит да вы представляете вот вы представьте такое про горбачева или брежнева или про сталина чтобы кто-то рассказывал про личную жизнь генсека это исключено было советское время это был ну как вы носу ну и вообще двадцатом веке это было ну как бы но да есть первая леди но про нее в общем мало потому что но как бы какой ну ну есть ленины хорошо и главное то есть это вообще никак публике не представлялся теперь это чуть ли не номер один вопрос у кого какая леди и как она выглядит значит причем причина тоже та же самое что это логика сми нам нужно чтобы был была личной это кстати вот такой пиарский прием да вот у вас есть какая-нибудь компания там не знаю промышленных не знаю там панелей там насосов там не знаю чего вам нужно обязательно чтобы human touch нужен какой-то человек работяга который сделал карьеру нужно его везде амбассадор нужен без этого ничего не получится нужно чтобы был человек значит и здесь тоже самое да да нужно чтобы был человек как бы как человеческое существо то что вот потому что на ошибаться но он же такой обаятель такой привлекает такой человечный со своими недостатками плюсами и минусы вот а и сюда соответственно входят всякие вещи это хобби этого друзья это кстати вот путина есть сильная черта да что он типа своих друзей не бросает сделал всех их миллионерами назначает на должность или хорошо настоящий друг я утрирую конечно настоящий значит вот вот немного такого информации для размышления это как средства массовой информации освещали выборы в великобритании семнадцатом году вот консерваторы до темно-оранжевым это про лидера партии а светло-оранжевым это про партию то есть про лидера партии говорят больше ну чуть-чуть столько же как минимум дал про консерватора прямо столько же это джонсон этот который светленький такой с такой ну как бы сказать с такими волосами вот про либористов чуть получше для партии но все равно значительно очень много говорят про лидера и вообще есть такой термин лидерский либеральные демократы смотрите про лидера в два раза больше чем про партию вы понимаете про самого лидера больше говорят чем про партию там в пять раз больше про лидера чем про партию даже кто же знаешь что это и сам по никто не знает о лидер может кто-то слышал у зеленых даже вот даже в зеленых смотрите все только про лидера говорят значит ну и давайте несколько примеров на политики теперь стали селебритис а селебритис они значит живут по другим стандартам селебритис это значит знаменитости чем более человек знаменит тем легче ему остаться медиа пространству тем проще его приглашают на всякие ток-шоу мероприятия и так далее почему потому что он селебритис то есть основная проблема это именно стать селебритис а дальше уже дело пойдет понимаете то есть сначала нужно придумать милонов был до этого закона был никому не известный член забываешь собрания санкт-петербурга как только он этот закон предложил он получил всероссийскую известность засветился на всех сми стал депутатом государственной думы очень но принципе ну в общем план удался даже наладилось хотя при этом он был как бы свое время помощником помощником старого этого либерального в общем довольно депутата кандидата известного политика значит я к чему клоню потому что но это получается селебритис они как завтра там круги живут у них ну как бы другое совершенно пространство это медиа персона становится понимаете их поэтому везде приглашают и приглашают открытие там не знаю дня факультета журналистики их приглашают туда и туда везде приглашаю и они знаете у нас есть некоторые такие люди мы куда-нибудь приглашаю они такие по прайдер мне нужно тут у них уже заготовленный райдер это мы тогда целую так взгляни что думаешь но извините такой райдер бы не потянет высокого высокого то есть такие люди которые я ничего против не имею то есть они люди заняты они торгуют своим побы публичным капиталом и когда приглашают они хотят с этого чего-то получить в принципе это понятно теперь смотрите вот это у нас фотография вот этот борис джонсон а это значит шварценеггер на публичных велосипедах которые в лондоне а это кто да что вы смеетесь а леший какой-то из леса выехал мужик что-то в костюме на велике а вы видели хоть этого самого сериал-то про президента там же тоже велосипеде вы понимаете о чем я говорю вот миниатизация совершенно верно то есть понимаете но на самом деле это же ведь не решает никаких проблем велодорожек как не было так и нет понимаете то есть это чисто чистый пиар понимаете чистый пиар в чистом виде вот а о чем вы имеете против костюма нормально поехал на работу вообще этот вообще сложный вопрос чисто ли это пиар или нет но это вот такой вот способ жизни теперь идиотизирование понимаете мы теперь то есть вот эта новость она не негативно не позитивно но она привлекает внимание понимаете о чем то есть есть что показать то есть нам нужны такие спецмероприятия чтобы на них ваш клиент политик там еще то чтобы он как бы ну выглядел интересно чтобы это было для картинка был для телевидения для youtube а для всего остального ну вот значит смотрите вот у нас есть господин трамп госпожа трамп которая вот эта семейная вся история она я думаю 30 процентов всех публикации о нем то есть вот она все вот это вот понимаете а это что это же не бывает плохой публикации кроме никого на это это другой раз важно что есть о чем поговорить смотрите только благодаря этому 50 процентов это и супруга макрона которая на 40 лет или насколько там его старше только об этом вот потому что макрон был никому не известный начинающий политик да но когда вот это вот состоялось а кто такой макрон знаешь он женился на тетеньке который на 40 лет его старше то есть есть о чем сказать вот понимаете о чем я говорю то есть уже уже есть медиапокрытие то есть уже есть медиаповод чтобы обсудить они вообще как то есть и люди сидят это выгода обсуждают понимаете а нету плохой публикации кроме никролога а потом ну а что в этом плохого ну что и джист вы против того чтобы вот ваш муж был младше вас я серьезно а может у них чисто платонические отношения вы видите это все превращается в пусть говорят понимаете если пусть говорят пусть говорят чем больше я счету плохого давайте обсудим вы понимаете о чем он сразу же вышел в лидера а вот если там был другой там какой-то кандидат какой-то строскан что ли да который был там этот банкир там и потом вдруг этот карасман секшуал карасман что он там какой-то домогался какой-то там уборщицы где-то там в отеле и все а потом выяснилось что его просто оболгали секундочку это правильно но в каком-то в каком-то случае это сработало вот с этим стросканом сработало ему действительно порвали всю карьеру что вот он попал под это вот волну да мету и значит все стали обвинять его зачка а вот тут как тут нету тут он бывший ученик бывший ученик он должен был кричать но для кого-то это капец для строк стран смотрите на самом деле не одобряемый социально не одобряем и да и вот вот эта ценность шок шоу харассмена она вот в этот момент была социально не одобряема очень жестко и поэтому строскан попал то есть если вы его оппонента вы хотите вы политический как бы его оппонента и вы хотите вот этого своего макрона молоденького потвердить то вы берете развивайте эту компанию что строксан занимался хоростом там и прочее и под эту волну его завалят а этот никогда ни с кем не завелся как он мог это скорее всего по него то есть есть темы в россии кстати это по моему только одна это геи ориентация для политиков да то есть единственное что можно реально чем кого-то там компрометировать это вот а то что там человек там пьет убил лося ну на самом деле никто лосей не беспокоится об убитых лося ваш единороссов сами этим занимаются гораздо больших масштабах вот но попалась так вот владимир владимирович да то есть у нас много хороших материалов про владимира владимировича как он там с собачками там собачка кони было подарено значит и несколько фильмов было снято как он прямо преображается когда он с животными общается то что видимо животных он любит потому что они не люди животные бескорыстные да но с детьми там был был прокол он как-то поцеловал мальчика в животе рядом с кремлем вы не помните в начале нулевых это было я до сих пор зажали что у меня этого видоса не осталось то есть он вышел на красную площадь там были детишки встречи видео было сейчас мы до жириновского дойдем смотрите вот хороший вариант смягчение имиджа кадырова с котиком не а это это просто я едва успел щелкнуть этот скриншот потому что это было по трансляции по телевизору я когда увидел его были балансы пиарщики придумали год на востоке это вполне нормальное животное не собака собака противное животное свиньи еще хуже а кот это но это еще и за сирица то есть это еще древнего египта что это потустороннее животное которое общаться с потусторонними духами то есть она как бы святое животное поэтому и видеть а вот ему даже улыбался этот рамзан то есть когда с этим котом там все вокруг вот эти вот товарищи тоже улыбаются короче уйду так вы знаете как прям такая эмпатия такая с котом значит но это и так чисто пример но вот смотрите это произошло после того как ладий владимирович на саммите g20 и это были лучшие фотографии с этого саммита кто помнит что там на этом саммите произошло никто ничего не помнит и на самом деле там ничего не произошло эпохального то есть судьбоносного все решения принимаются в тиши кабинетов там и прочее но это самое важное что люди запомнили о саммите g20 кто как с коалой обнимался владимир владимирович хорошо получилось он он все фотографии получились замечательно а у какой-то там тетеньки там порвали платье ничего не получилось коала был несчастлива и тетенька тоже там была несчастлива то есть понимаете фотографии не получились провал международный провал понимаете все вот эти фотографии да их ну мы еще пойдем дальше и все главное меряются сколько просмотров лайков и прочее почему потому что политики теперь руководствуются медиа логикой вам нужны просмотры вам нужны лайки но и сопротивляющая этого политической рекламы правильно а кстати вот с хилари клинтон именно была проблема в том что она была совершенно not like было на то есть она была совершенно не эмоционально неприятной холодной теткой вот в отличие от клинтона который он был как раз обаятельный вот его даже простили всякую сексуальную измену там а вот она была этот самый трамп для определенных слоев населения он вполне как бы вот бубуин смотрите приглядитесь это новый губернатор хабаровского края дегтярёв да значит смотрите что 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 вам не нравится как человечно человек ходит а еще у нас есть традиция на новый год мы всегда ходим в баню вы понимаете и там поем песни жириновского помните у него были компакт-диски с песни жириновского нет вы многое пропустили а потом рогозин песни по космос не зря человек заканчивал журфак вот так как раз персональном брендинге понимает но не зря запустил этих в космос этих пересеньки ну как бы не зря совершенно верно то есть а я к чему к тому что я конечно очень сильно но она иногда ну не сработает если у вас космос то не космет то вы там хоть 10 запустите туда жириновских там с вениками еще чуть все равно не сработает то есть у маска то в чем выгода то что он и пиарить умеет и у него продукты есть те которые взлетели реальные продукты которые покупают которые люди вкладывают в этом как бы основное отличие но проект жириновского на самом деле он работает до выяснилось знаете сколько он торговал местами в думе 2 миллиона евро одно место в кассу партии выяснилось это так там был такой депутат такой тоже жирненький не метрохин вспомнил фамилию забыл в общем он и справедливой россии перешел в партию жириновского потом его оттуда жириновский выгнал а а и он как бы озвучивал живо малофеев не малофеев мне блин забыл он уже давно уже нет ни политики вот он был как бы такой очень такой активный человек а он жириновского перешел среди в россии вот и он там потом когда была разборка среди в россии значит он всплыл что он обещал даже документы показывающим обещал найти депутатов которые внесут в кассу 2 миллиона но не нашел и поэтому так смотрите хорошо это или плохо вот 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 эта картинка жириновским но это явно не для скажем так студентов и эстетически так скажем ранимых девушек но вы и не голосуйте вот за жириновского голосует именно такие вот люди которые тоже ходят в баню торговцы с рынка и которых эта эстетика вполне устраивает они вполне нормально вот значит смотрите вот у нас жириновский зюганов говорит что новый год для него самый любимый праздник тоже комсомольская правда то есть мы что делаем human touch очень хорошо там внучки там правнучки тоже неплохо работает жириновский пляшет на льду на к на этих на как коньках или там жириновский в программе голос там знаете но эти проголос там помните было такое шоу такое там когда люди пели конкурс голосом жириновский комиссии или там владимир посещает квм и слушает шутки про владимира владимировича тоже неплохой подход то есть как бы вот вот это вот ну и вот была история тоже про навального что как-то там была история что был такой блогер соколовский которые помните покемонов ловил в церкви его потом за это посадили и вот значит позвали этого соколовского в эхо москвы а соколовский пишет слушайте узнать ну у меня есть свой youtube канал и мне вошли ты их на москву вот но его тоже как бы немножко так вот как вы думаете вот запрос на слово собчак понятно собчак все и ксения скорее сюда смотрите и вот здесь вот в ноябре месяце какой-то пик интереса к ней произошел 17 года как вы думаете вот этот пик это про выборы что она объявила что она будет баллотироваться президенты хотя я еще 10 назад сказал что собчак будет баллотироваться президент и предсказал это явление а а вот это что такое ой она же потом разводилась но вы очень тепло очень тепло но это не объявление помолки нет или там свадьба там нет это очень тепло и вот это сообщение вызвало взлет в поисковике это объективные данные то есть люди стали искать именно этот вопрос собчак родила ну она еще родить может нифига себе значит смотрите а вот это было которое вызвало меньше интереса это то что она заявила что она будет баллотироваться это вызвало меньше интереса чем заявление о том выбирайте собчак это селебритис да со своими отрицательными там рейтингом политическим да там создана знаменитый понимаете потом свит органом там вид органы сбила этого там все там будет понимать светской хроники и все то есть человек как бы известен и знаменит значит к чему я все это клоню тут принципе уже все закончилось самая презентация закончилась значит я клоню к следующему и в бизнесе и благотворительности тоже там тоже благотворительности есть люди такие ну как бы селебритис там типа низа бреда пита который там выступает против охоты на этих тигров уссурийских там и прочее да там там есть свои селебритис там есть свои благотворители известны и там не знаю маты харь но не маты харь как это мать тереза там какая-нибудь да 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 извините например на 1 я имею ввиду в том что там есть свои тоже какие-то люди да там знаю папа римский кстати вот тоже молодой папа римский селебритис или там мы не знаю кино про макарона это чистый пиар британской мама чистый вопрос да есть как бы с критикой там но вот это чистый пиар вот традиции британской короны вы не можете сохранить корону вот это все монах если вы не снимите фильмы кстати там во втором или третьем сезоне там хорошо написано что они там модернизировали эту монархию делали его более демократичной и в результате они все превратились каких-то пиарщиков которые непрерывно работают как папа карло там со всеми обнимаются здороваются ездят по тура все ну а как иначе и все равно не помогает недавно барбадос отказался монархии сказали что все у нас республика все до свидания до свидания бабушка значит элизавета смотрите получается так что это касается и нас лично каждого человека каждого пиарщика чтобы быть хорошим пиарщиком там или менеджером номер один маркетологом номер один вам нужно вот как игорь манда значит заниматься личным брендингом да и тогда вы повысите свои свою цену на рынке это же касается и профессора и и так далее нас есть сказать очень хорошую камила рина там научу такой амбассадор нашего факультета я бы сказал вот ну какие-то получше какие-то похуже но вот получается так что даже вот никакой деятельности нельзя заниматься если у вас нету вот этого самого личного брендинга при этом вот эта глобальная проблема отделение личности и цены над бабочной да вот этой вот который вот на оцениваем стоимость плотнейших брендов она остается и она остается в таком плане что что скажем в россии вообще-то нет ни одной квартире нормально как бренда почему потому что как только они теряют поддержку скажем владимир владимирович единая россия уже не взлетает уже и 2 и 2 ползет а если не будет жириновского что будет с этой партии л.д.п. скорейшего просто не будет или она как бы попытается остаться то есть переизбраться но у нее скорее всего не получится вот этот дегтярев он у него нормальный голос у него нормальный вид у него такой ну как бы такой начальственный да в принципе подходит но общаться народом он не умеет не так как жириновский понимание у него не получается то есть он очень старается у него есть предпосылки но это же нужно понимать то есть понимаете когда жириновский раскидывают рублей говорит это вот вам ребята да это все как бы воспринимают нормально потому что но он такой вот такой вот потом у жириновского например у него очень правильное позиционирование он никогда не нападал на путина не было ни одного видео посмотрите ни одного выступления где бы он говорит что путин дурак ни одного ну дурак я имею в переносном смысле на какое нападает не на коммунизм все он бьет слабо посмотрите у него типичная фланговая стратегия он не нападает на этом не атакующую стратегию потому что он не преследователь лидеров рынка да у нас есть виде рынка это единая россия у нас есть вторая партия такого риф а жириновский это не вторая партия это третья или четвертая партия на кого он должен нападать на единую россию зачем это лидер рынка нам на нее не надо нападать на нападать на кого на вторую партию и он и не нападает уже 25 лет понимаете вот а как раз таки никогда не нападает тоже на путина и в результате они не делают атакую стратегию и в результате уже 25 лет до понимаете потому что не ту брендинговую стратегию вырабатывать и кстати навальный долго не нападал на путина лично в том числе и по маркетинговым соображения потому что ну где он где путь и наконец он на это решился и не получилось и вся эта история не получилось то есть он не завоевал такой достаточно значимой поддержки там много людей фильм посмотрели но это не возымело политического ну посмотрели посмотрели не значит поверили и стали поддерживать потому что нет не получил значит еще кое-что я хотел вам показать здесь вот у нас файла есть еще есть еще один да сейчас секундочку странно почему так выглядит а ну в общем там файлах есть такой файл значит про архетипы в брендинге он как бы относится и к брендам как товаром на товарным маркам так и к людям можете сами на себя подумать какому вы больше подходите вот и конечно тут еще как бы проблема что с возрастом роли поменяются и архетипы тоже могут меняться свое время лукашенко был бунтарем свое время он боролся с коррупцией ну правда это было давно и неправда но у него были там листовки я где-то по он тоже постил там все держали это вот эти вот первые листовки в 90-х годов где он там писал что типа вот власти одни стрики пара найти у меня прямо фотография из архивов это так смешно то так как его там лукашенко а сейчас он наоборот такой совсем другой не варки архетип мудрый руководитель вот смотрите чтоб я не вру я за базар отвечаю профлинг студию смотрите молодое поколение выбирает александра лукашенко но кстати вы напрасно смеетесь лукашенко в свое время был похлеще навального и лукашенко всегда путина вот на этих вот словесных разговорах он всегда переигрывает я помню как-то приехал путин и привез ему мешок картошки это говорит молоде вот тебе картошка потом когда тоже они там сидят но как бы конечно путин его укатывает постепенно за счет денег там уже он на колено иногда встает уже лукашенко но периодически он так сбрыкивает так словесно типа владимир владимирович там что-то и начинает просто пути не знает как ответить потому что как извините за слово вообще обтекает вот смотрите сегодня молодые ученые рабочие учителя инженеры офицеры никто их талант энергии ум не нужны правительству и страны да а лукашенко намерен сделать молодых талантливых людей главными движущими ну как почему это было так что сила команды лукашенко ее молодости честности искренности вот он в свое время был конечно талантливым но он и до сих пор такой знаете демагог это называется политическая демагогия вот он как бы талантливый в этом плане человек вот и он всегда вот у меня есть знакомые беларуси я решила конечно вот именно как пиарщик крутой то есть он умеет сделать мероприятие он умеет сказать сказано там народно он конечно психопат если психологический диагноз сделать он конечно психопат но это понятно папа у него не было детстве это трудное детство и вообще люди говорят что он служил охранником в тюрьме вот хотя как бы это везде изъято и вроде бы то ли служил после армии а в армии он был между прочим на военной психологии то есть информационное противоборство то есть он а потом на историческом факультете после тюрьмы то есть он как бы человек полу такой образованный он самородок это называется и в этом есть свои плюсы но и свои минусы нашими комплексами он никогда не уйдет он готов всех перестрелять ладно значит товарищи если ко мне вопросы а ростислав появился так смотрите товарищи мы тут записывались на на это самое на след на неделе по расписанию да но черт 4 не могу понять и где у меня значит расписание так все два часа 10 минут если вопросов нет всем спасибо до свидания пока пока он так мужик может просто котик